До установки памятника Екатерины тут был котлован церкви, стены воздвижены. Потом здесь в 1860-х годах была просто очень скромная такая клумбочка стояла. Тут еще, кстати говоря, видите, видны эти домики, которые напоминают дворянские усадьбы. Это из книги «Столетие Одессы». Пожалуйста, передайте. Потом я бы передала там картинку с красивым таким садиком, который был обнесен такой ажурной оградой, и с красивым типовым фонтанчиком «Нимфа». Эта «Нимфа» сейчас у нас сохранилась только, и то ее, в общем-то, в полирояле тоже где-то 2-30 лет назад где-то выкопали. А в принципе, я знаю лично 4 таких фонтанчика с «Нимфами». То есть это были типовые фонтанчики для садиков, не для публики, как они называли. Но они были очень симпатичные, они не портили город, и они стояли... Одна стояла «Нимфа» в полирояле, другая стояла «Нимфа» у нас здесь на площади. Третья «Нимфа», я знаю, стояла на площади Терраспольской, за остановкой, даже до установки вот этой вот большой станции узловой Монки, а потом трамвая. И последняя «Нимфа» стояла, последняя, вернее та, которую я вывела для себя, последняя, стояла перед зданием моего родного института нархоза. А тогда это было училище, коммерческое училище Николая Первого, в начале Преображенской площади. Куда потом запропастились, можно только догадываться, но слава Богу, что осталась одна. И вот у нас остались как бы свидетели... То есть там, где сейчас Бюст, вот эти вот... Нет, 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 Малиновского Бюст стоит, там стояла сначала Бюст Сталина, я помню. Вот, а именно при выходе с центральных вводов в институт, вот прямо в центре вот этого садника, вот там стояла, есть... Я просто не принесла, потому что у нас только прогулка, будет прогулка по Преображенской, я принесу, сделаю такую копию. Это я в Каханском нашла. Ну, что можно сказать? Я не буду перечислять вообще все метаморфозы, которые произошли с памятником Екатерине, всем она известна. Нет, не всем, вот у нас есть новые люди, которые не знают, они не одессивны. Ну, ей удалось простоять довольно немного. Установили памятник. Ее решили установить, что в ней празднование... Празднование... Это не вам сейчас, вынесите, что-то... Извинительно. Приходится уже кричать. Ее пюс, вернее, памятник Екатерине решили установить в дни празднования Столетия Одессы. Мы знаем, что Столетие Одессы праздновалось очень пышно, хорошо. Город был богатым. Городу было что показать. Городу было за что пригласить гостей. И городу было не стыдно показать от окраин до центра города свои достижения за сто лет. Потому что не всякая деревня за сто лет могла превратиться как бы в европейский город. И тогда же был заложен камень. Поставлен камень, я об этом читала. Я его никогда не видела, и мне не удалось найти его изображение. Ну, я думаю, был памятник камень, что здесь будет установлен памятник Екатерине. Был объявлен конкурс на проект лучшего памятника, который выиграл наш детский скульптор Эдуардс. Он, конечно, напоминал петербургский памятник Екатерине. Там более пышный. Но был очень, я считаю, неплохой. Мы с вами это видим, знаем. Он очень хорошо вписался. И ровно через шесть лет, в мае 1900 года, памятник был торжественно открыт. Огромное количество есть фотографий. Присутствовал весь бомонд Одессы. Все духовенства. Отцы города и так далее. Люди, которые, как бы, способствовали, потому что не только сколько там, и строители, и художники, и так далее, и так далее. Присутствовал памятник был открыт. И с этих пор, как бы, на этой маленькой территории появилось два, одни, ну, может быть, нужно сказать, лучше памятника в Одессе. Потому что Дюк, хоть и стоит спиной в площади, но он тоже предваряет ее, да, можно его отнести как к бульвару, так и к площади. И вот памятник Екатерине. Не просто Екатерине, а памятник и четырем ее сподвижникам, которые имели непосредственное отношение к развитию нашего края. Это Зубов, Девалан, Дерибас, Потемкин и Зубов. Памятник простоял... Она стоит боком, будет? Она стоит боком, рукой она показывает со свитком, с диктом... Грамотой, да. Грамотой. На рождение. На рождение. Да, рождение к морю. А лицом она стоит в Екатерининской улице. То есть, в общем-то, очень удачно ее поставили. И на такой небольшой площади она не смотрелась чем-то инородной. Но простояла она где-то около 20 лет. Потому что начала щехардаться сменой властей, как вы знаете. Как писал Сергей Зеленонович Лущик, только за два-два с половиной года власть в Одессе менялась в более дюжинный раз. И большевики, значит, придумали укутывать памятник брезентом. Приходила власть белых, интервенции и так далее. Раскутывали, закутывали, закутывали и так далее. Пока где-то в начале 20-х годов специально проложили. То есть, памятник начали... Я вообще удивляюсь, что только окончили памятником Екатерине. Да, не снесли памятник Воронцову, не снесли памятник Дюху. Значит, вот Екатерина все и намешала. Ну, про Воронцова мы знаем. Да, значит, ну, понимаете, их все-то с послой. Значит, на Екатерину тоже можно было там написать, там, шлюха империализма, например, или что-то в таком роде. Тоже бы сохранили. Тем более, что стояли... Ну, в общем, вот... Я говорю, это, наверное, магия места. Вот, начиная с разобранной церкви. Потом проложили специальную колею железнодорожную от этого памятника к Дюху. Ну, каким-то образом собрали там паровозик, кукушку. Потому что, слава Богу, сподвижников четверых удалось спасти. Они пережили трудные времена во дворе Краеведческого музея. Это у меня даже поблюдают. А Екатерину никак не могли, не хотела она отдавать свое место. Вот, понимаете? Поэтому ее, значит, канатами, вот этим паровозиком, там сколько, сотню метров тянули, пока она, бедная, не грохнулась и не раскололась. Но сохранился только бюст, который остался, по-моему. Есть, я так понимаю, в Краеведческом музее он так и остался. Сироткиво стоит, но, слава Богу, что стоит. Получается так, что на нынешнем памятнике Екатерину отлили заново, а ее вассалов просто забрали из Краеведческого музея. Там, правда, им кое-что добавили, оторванные шпаги. Что? Володя! Оторванные шпаги, это не голова оторванная. В принципе, они сохранились очень прилично. За что спасибо этим, которые разбирали, все-таки, они их не переплавили. И спасибо Краеведческому музею, что он приедет. Вот. Ну, а колонна такая осталась. И вот тут началось. То голова Карла Маркса. На эту колонну. Жуткая, напоминающая Пушкин. По певоше. С пушкинского вот эту голову Черномора. Потом поставили целиком его. По-моему, писала в этом... Очень маленького роста, насколько. Ну, потому что он был несоразмерен вот этой колонии. С певенцом, да. Стоял гипсовый Карл Маркс, которого Норд-Ост очередной подул. Он же пустой был? Да. И выдул. Ему выдул. Остались только ноги. Потом поставили памятник в 30-х годах. У меня есть такая... Ну, как бы в интернете я нашла эту открыточку. Жалко, что раньше не было век. Что-то гранирует. Поставили знак... Ну, что, место же пусто. Не может быть. Да, свято не бывает. Поставили знак, символизирующий, значит, символы нашего рабочего, христианского государства, серп и молот. Причем молот поставили, ну, как, чтобы он держался... Вверх ногами. Чтобы он держался же как-то. Поэтому при определенном ракурсе, значит, он более евро напоминает. Доллара. Доллара. Вот вы посмотрите внимательно, да. Он тоже, значит, какое-то время держался. Наконец-то, ведь его оттуда скинули. И стояла просто колонна. Да. Значит, вот эти звезды, на праздник звездами украшали. Я потом, я сейчас раздам, а потом прочитаю, что Бунина, вот, «Заляпанные звездами», как он писал. Значит, это... Пиздайте, пожалуйста. Итак, дождь, лета, вот у меня есть открытка, я просто забыла ее переснять. Открытка серии «Виды Одессы» в середине 50-х годов, потому что издана была в 56-м году. Там как раз въезд на площади, там, вдалеке, в Дюкстере. Тут тоже была клубочка. Клубочка, это еще мне почему эта открытка понравилась, потому что она была украшена, если вы помните, Одессу от вокзала до Теребасовской украшали красные каны. Да. Потом пошла мода на розы, которые у нас очень тяжело, плохо приживались, но каннами был украшен весь год. Большие листья, и такие... Вот она была, вот эта клуба с каннами, там, значит, как бы это вот. До 65-го года простояла эта клубочка, ну, так аккуратненько было все. Там, видно, еще было небольшое... Потом поставили 60-летие понюшки с ним с тобой. Я хочу сказать, что памятник сам по себе неплохой, в динамике, но он не для этой площади. Кто автор? Ну, я этого не знаю, еще честно говоря, там... Кто-то из антиситов, да? Не знаю, но я вам хочу сказать, что памятник, в принципе, неплохой. Вот он сейчас, ему нашли место... Хорошее место нашли. Он там, конечно, хорошо смотрится. Рядом с таможенной... Прямо родной дом. То есть рядом с кортом, там, где ему положено быть. И там садик вокруг, там же снесли вот эти старые обжорки, и он не... он... он не... глаз не режет, да? В общем, нормально. Поэтому вот... Ну, вот ему тоже не суждено... Сколько ему он простоял? 40 или... 45? Ну, где-то так, приблизительно. 62-го года. 62-го года. До какого мы считаем? До какого он года простоял? До 10-го где-то, да? Нет. В 7-м я видел. Я уже не помню, в каком году вас создали. Ну, в общем, короче говоря, поставили. Опять же, понимаете, сейчас тенденция идет такая, понимая, что Одессе не 220, Одессе 600. И я думаю, что это не зря идет. Потому что Катюбеев, может быть, ему 600, может быть, ему полторы тысячи лет. Мы говорим об Одессе. Одессе 220 лет. Но я так понимаю, что эта компания идет для того, чтобы скинуть и этот памятник. И я не удивлюсь, потому что место это сакральное, для того, чтобы памятники тут долго не стояли. И если вы помните, когда только поставили памятник, сколько было угроз, еще благополучные, более-менее, тихие годы, что приезжали казаки в западной Украине. Потешные. Казаков не было. Потешные. Ну, не важно. Как их там не называли. Да мы взорвем, да мы тот, да мы сет. Поэтому я не удивлюсь, если памятник демонтируют. Хотя его уже ставили не за государственные средства. Там участвовали люди. Участвовали. Интересно. Так что, Тарпан. Частая памятник. Руслан Тарпан, Оксана Шишовская, дали деньги на реконструкцию площади и воссоздание памятника. Ну, Тарпана мы знаем, Ашишовская. Спасибо за дом русского Тарпана. Тихо. А Шишовская кто такая? Ну, кто? Кто? Она-то отдал. Ну, что, чем она занимается? Вас интересует информация? Подойдете, я бы расскажу. Да, и мы... Если вы будете говорить загадками, лучше не говорите. Значит, давайте мы закончим дом его памяти. Я просто говорю к тому, что у памятника сейчас есть конкретные, у меня есть конкретные, потому что мне звонили сообщества охраны памятника, там просили кое-какую информацию. Так что есть такое опасение, что памятник могут снести. Он что, не внесен в приезд родительских памятников? Значит, я эти вопросы не задавала. Надо задавать. Так он частный или... Значит, вы меня будете слушать, а потом я вам... Вот так вот. Вот так вот.